Этот ролик, вероятно, должен был выйти ещё в феврале, когда обещанная уже давно Next-Gen версия Киберпанка вышла на свет. Но зная CD Projekt Red, им нужно было дать время, чтобы сделать сначала патч, а потом ещё и хотфикс для своего патча. Так вот, прошёл уже, считай, месяц с выхода самого крупного на сегодняшний день обновления и больше года с момента релиза игры. Чем были заняты разработчики все эти месяцы? Какое будущее ждёт Киберпанк и повторит ли он судьбу третьего Ведьмака? Но самое главное, была ли проведена работа над ошибками? На эти и многие другие вопросы мы ответим в сегодняшнем выпуске. Чуть не сжёг свою видеокарту, делая видос Хамрос Довлатов, озвучил текст невероятной и прекраснейшей Антон Киреев. С вами iGM, и мы начинаем. Первый тизер-трейлер Киберпанка вышел на просторах YouTube аж 9 лет назад и был не особо информативным, так как по сути представлял собой обычный синематик. Но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание игроков и создать фан-базу ещё не существующей игры. Вернее, игра-то была, но только настольная. Майк Пондемид ещё в далёком 1990 году разработал ролевую настольную игру Киберпанк 2020, действие которой происходит в относительно недалёком будущем. Где высокие технологии переплетаются с каменными джунглями, а государства переплетаются с транснациональными корпорациями. В коротком видео, посвящённом разработке КП-77, он официально подтвердил своё сотрудничество с CD Projekt Red. А позднее основатель студии Марцин Ивински поделился инсайдом о том, что Майк помогает им с проработкой игрового мира и механик. Ведь по сути 2077 продолжает сюжетную линию событий настольной игры. Так или иначе, после этого ролика последовала тишина, которая длилась довольно долгое время. Что неудивительно, ведь полным ходом шла разработка триквела про приключения Геральта из Ривии. И на КП, мягко говоря, положили болт. Хотя изначально поляки планировали заниматься разработкой этих двух ААА-проектов параллельно. Забегая наперёд, идея была дерьмовая, но обо всём по порядку. Вы наверняка помните, что мы размышляли над созданием телеграм-канала. Сказано – сделано. Сперва планировалось ввести подписочную модель, но, услышав вас, дорогих подписчиков, от этой идеи отказались. Наша команда не CD Projekt Red, в отличие от них мы умеем держать своё слово. Спросить Карена. Ладно, это мы вырежем. Поэтому приглашаем вас в ламповую обитель геймеров со всего СНГ. Обещаем, никаких багов или ошибок не будет, только актуальные новости, отборные мемы и общение с вами. Переходи по ссылке в описании или QR-коду на экране, чтобы не потерять нас. Бесконечные слухи, сливы и теории прервались на мгновение лишь для того, чтобы после распространяться с ещё большей силой, когда на выставке E3 2018 был представлен полноценный трейлер игры, сделанный на игровом движке. Но это было не всё. Поезд хайпа едва тронулся с пути и дальше только набирал обороты. Сразу же вышел 50-минутный геймплейный трейлер, который наконец-то позволил ярым фанатам взглянуть на то, что им стоит ожидать от будущего релиза. Но, как вы уже знаете, многое, что было продемонстрировано в трейлере, ожидать не стоило. Давайте вспомним, что нам обещали ещё в 2018 году. Одна из самых, казалось бы, важных механик в сеттинге Киберпанка — взлом — изначально была представлена очень эффектно. И на вид скорее больше напоминала Матрицу, чем тот же Watch Dogs. Ведь изначально игроку нужно было подкрасться к противнику, обезвредить и лишь затем с помощью имплантированного провода подключиться к его сознанию. После этого V, так зовут главного героя, получал доступ к локальной сети и мог совершать хакерские атаки. Сам интерфейс, взлома и анимация также, на мой взгляд, выглядели куда интереснее, чем сейчас. Уже ставшие чуть ли не главной атрибутикой КП-77 руки богомола выполняли не только функцию быстрого шишки баба, но и позволяли игроку карабкаться по стенам, что, согласитесь, развязывает руки и даёт чуть больше свободы в миссии. Однако от функции лазания было решено отказаться в дальнейшем, ссылаясь на то, что это ломало левел-дизайн. Зачем тогда надо было трубить из всех щелей о том, что в вашей игре будет вертикальный геймплей, если в ней по итогу нет ни воздушного транспорта, ни возможности лазить по стенам? Непонятно. Вслед за руками богомола в расход пошли и руки гориллы, которые очень эффектно трансформировались во время эксплуатации, но, видимо, такая анимация тоже ломала левел-дизайн и её вырезали. Прибавьте сюда слоумо, которое было чем-то вроде постоянной перезаряжаемой доп-способности, полноценную кастомизацию одежды, квартиру, в которой были интерактивный арсенал, гардероб, а также катсцена третьего лица, минималистичный UI-интерфейс, который выводил на экран только необходимую информацию и гармонично вписывался, улучшая погружение, разрушаемость окружения и вот уже вырисовывается совершенно другая игра. Не так ли? Геймеры, в числе которых был и я, уже облизывались, пересматривая этот трейлер, как год спустя на E3 2019, выходит чертов Киану Рис, презентуя новый трейлер со своим участием в роли Джонни Сильверхенда и просто взрывает интернет. Одним словом, breathtaking. Поляки и так хайпили на всем, что только можно. Впервые с Нетфликсом анонсировали аниме-сериал по мотивам игры, намутили коллаборацию с Xbox, Nvidia, но Киану Ривз на одной конференции E3 продал киберпанк по всему миру. Шум вокруг игры поднялся еще выше, настолько, насколько это вообще возможно, а дата релиза наконец прояснилась — 16 апреля 2020-го. Что за этим последовало? Правильно, переносы. Сразу несколько. Дата выхода игры так часто менялась, что шаблон, в котором CD Projekt Red объявили об очередном переносе, стал мемом. Спустя три переноса игра таки вышла на свет 10 декабря 2020-го года, и я отчетливо помню этот момент. Прекрасно понимая, что выход игры могут еще раз перенести, предзаказ я оформил лишь за пару дней до релиза. Все для того, чтобы у меня была возможность предварительно поставить на закачку игру, ну и в довеск получить дополнительные плюшки за то, что я предзаказал ее именно на GOG, а не в Steam. Но справедливости ради, это было сделано в первую очередь для того, чтобы все деньги получили именно CDPR. Как покажет время, очень скоро я об этом пожалею. Предварительно скачав проект, не удержавшись, запустил его 9 декабря за день до релиза, но там меня ждала лишь свалка и слова Сильверхэнда «Иди спать, самурай, 10 декабря еще не наступило». Когда заветная дата все же наступила, игра должна была выйти в 3 часа ночи по московскому времени. Так что я уснул где-то в час ночи, а проснулся в 6 утра, чтобы одним из первых запустить долгожданный проект. Забавно также то, что на торрентах игра оказалась на пару часов раньше, чем на официальных площадках. В любом случае, я совру, если скажу, что запуск Киберпанка не был чем-то особенным. Просыпаясь так рано, запуская КОК и заходя в заветную игру, я чувствовал себя ребенком, который в новогоднее утро заглядывает под елку и распаковывает подарок. Только в моем случае под елкой было насрано. Ладно, шучу. Первое, с чем пришлось мириться, это фреймрейт. 60 кадров в сделку не входили. Хотя стоп, взглянем на официальные системные требования и видим здесь мою карту. Нет, входили. Просто их не завезли. И с самого начала, вплоть до финальных титров Киберпанка, во мне бушевали две абсолютно противоположные эмоции. Игра действительно поражала детализацией, атмосферой, стилистикой. С первых же минут она оказалась колоритной, самобытной и очень амбициозной. Но в то же время далеко несовершенная техническая реализация и общее ощущение сырости проекта не давали насладиться игрой. Она на старте была откровенно плохо оптимизирована, но тем не менее была играбельна. Это факт. Иначе столько людей не смогли бы ее пройти до конца. Другой вопрос, что для каждого из нас является определением слова «играбельна». 60 фпс? 30? А может для кого-то вообще 20? Многие и не на таких низких фпсах проходили игры чего уж там. Сам когда-то играл в первый Watch Dogs с частотой 15 кадров в секунду. Но одно дело, когда ты играешь на древнем офисном ноутбуке времен Палеозоя, и совсем другое, когда ты играешь на среднебюджетном ПК, конфигурация которого полностью отвечает официальным системным требованиям игры, но все равно местами получаешь слайд-шоу. Да, что там говорить про бюджетные варианты, огромное количество жалоб было и от пользователей видеокарт 20-30 серии RTX на то, что их видеоускорители не вывозят новинку в 60 кадров при максимальных настройках в 4К. Но спустимся с небес на землю, где я играл в Full HD на средневысоких при 40-50 кадрах в секунду. Но что 40, что 50 еще более-менее приемлемо для игры. Все дело в стабильности. Ее просто не было. В самых неожиданных моментах геймплея фреймрейт мог упасть чуть ли не до 20 кадров в секунду, так что никакой лог в консольные 30 фпс не спасали. Раз уж речь пошла о них. Если пока бояре и владельцы Xbox One X еще с горем пополам могли пройти всю игру, даже получив от нее какое-никакое удовольствие, то Sony боем пришлось ой, как не сладко. Потому что киберпук на четвертой плойке был просто неиграбельным. Играть было настолько больно, что этим можно было бы пытать людей. Как итог, ее, игру то есть, полностью выпилили из PS Store. На моей памяти не было еще столь беспрецедентного случая, чтобы игру от именитой студии с хорошей репутацией убрали из онлайн-магазина из-за ее плачевного технического состояния. Что нужно было сделать полякам в данной ситуации? Казалось бы, ответ очевиден. Поджав хвост, извиниться перед всеми, кто уже успел купить игру, обещать исправить ситуацию в кратчайшие сроки и сразу же приступать к исполнению. Но нет, они перевели стрелки на Sony, покритиковав их отдел проверки качества со словами «Вам, ебать, если наш киберпанк не нравится, так вы выйдите с нами раз на раз, а не за спиной базарьте». Пытаясь снять с себя ответственность за плохой продукт, выпущенный на платформу, они обвинили саму платформу за то, что она допустила этот продукт к реализации, тем самым закопав себя еще глубже. Баги присутствовали на всех платформах примерно в одинаковых количествах. Начиная от безобидных, где NPC сидит в невесомости, заканчивая уже раздражающими, из-за которых не срабатывали целые скрипты. Я так, например, не мог пройти один из побочных квестов. Благо он даже и не был сюжетным. Вообще, спустя неделю после релиза весь мир обсуждал не столько богатый игровой мир киберпанка, геймплей или сюжет, сколько баги. Потому что порой они реально удивляли. Автомобиль, который ты вызываешь с помощью автопилота, буквально летит к тебе на всех парах. Или жутко калечит себя по пути еще нескольких бедолаг. К слову, управление что машиной, что мотоциклом выполнено на очень среднем уровне. Пистолет мог исчезнуть у тебя из рук, пока ты целишься. Мотоцикл мог пропасть из-под NPC прямо на ходу. Персонажи вообще могли никак не реагировать на ствол. Иногда даже на прямое попадание. Иногда они начинали говорить, но рот просто не открывался. Про их низкий ИИ в условиях перестрелки лишний раз говорить нет и смысла. Был в недоумении с того, что животных помимо одной кошки в Найт-Сити нет. Зато есть дети, которые похожи на уменьшенную копию взрослых NPC. Визуальные гличи встречались даже в меню. Я часто играл, когда дома были родные, и вот представьте себе. Играю я спокойно, захожу в главное меню, в пункт снаряжения, а там мой персонаж на весь экран без штанов хуём светит. Не знал, что в Киберпанке добавили четвёртую роль для отыгрыша, роль эксгибициониста. Багов было очень много. Правда, можно было бы целый ролик посвятить этому. Но мой самый любимый из них — это дальность прорисовки, которую можно поделить ещё на два отдельных бага. Во-первых, машины, персонажи могли респавниться чуть ли не под носом. Во-вторых, если всё-таки такого не произошло, то, приближаясь к машине или NPC, я очень часто замечал, что текстуры не успевали подгружаться в нормальном качестве, а вместо них нам игра подсовывала низкополигональные NPC и машины. Причём перенос игры на SSD проблему не решало вообще. Идём дальше. Целые игровые механики были либо вырезаны, либо очень сильно видоизменены и не всегда в лучшую сторону. Как было описано выше, механику взлома упростили. Никакого провода — взлом происходит силой мысли. Руки богомола не позволяли лазать по стенам, руки гориллы никак не трансформировались. Ранее обещали передвигаться по метро. Забудьте, быстрое перемещение работает с помощью терминалов. Квартира стала вообще бессмысленной локацией. Гардероб визуально не отображал, какие вещи у тебя хранятся сейчас, ровно как и оружейный арсенал. Никакого интерактива, за исключением бесполезного зеркала в квартире, не было. Очень разочаровал видоизменённый интерфейс, который деградировал по сравнению с предыдущими вариациями. Изначально он был минималистичен, выводил на экран только необходимую информацию и гармонично вписывался, улучшая погружение. На релизе же интерфейс перегружен и выглядит уже не как аккуратный UI, будто информацию выводят встроенные импланты, а как обычный игровой интерфейс. И это коснулось всего, даже покупки тех же имплантов. Раньше мы на компьютере выбирали из каталога доступные варианты, сейчас же нас закидывает в игровое меню. Никакой кастомизации одежды нам тоже не завезли. Зато завезли болячки любой РПГ, где красивый шмот сосёт по всем характеристикам, зато бомжатская накидка даёт уйму бонусов. От ранее представленной разрушаемости объектов не осталось и следа, как и от катсцен с видом от третьего лица. За исключением всего нескольких сцен, все остальные выполнены с видом от первого. Важнее обычных катсцен только сцены с обнажёнкой. И даже здесь поляки разочаровали. Их тут преступно мало по сравнению с тем же Ведьмаком. А во всём Найт-Сити нашлись лишь две ночные бабочки, и то одна из них парень. Дубляж иногда вызывал дичайшие вопросы. С одной стороны, круто, что представители СДПР удосужились посмотреть, какие медийные личности сейчас пользуются особой популярностью, и пригласили их на озвучку. Но с другой стороны, реализация всего этого торжества оставляет кучу вопросов. В основном, конечно, один. Почему так всрато? Я не говорю сейчас об Эл-Джее, который звучал как бревно, это не столько его вина. Он никогда не позиционировал себя в роли актёра озвучки. Но тот же Женя Бэткомедиан, этот парень давно доказал, что талантливый человек талантлив во всём. Его озвучки всегда радовали слух взять те же честные трейлеры. Но что я услышал в самой игре, резало слух. И опять же, если верить самому Евгену, то он тоже в недоумении, почему его голос настолько плохо обработали звукари из СДПР, ведь озвучкой они занимались явно не из своих домов, а на профессиональной студии звукозаписи. На фоне всего этого звездеца в СДПР пытались оперативно клепать патчи и исправлять баги. Но и здесь всё вышло криво. Помните, я говорил, что пожалею о решении купить КП именно в ГОК? Вот почему. Если в Стиме все патчи и фиксы устанавливались очень быстро, в ГОК эти патчи весили почти всегда под 60 гигов. Сначала нужно было дождаться, когда патч скачается, а потом ещё столько же ждать, пока он установится. Иными словами, каждый раз, когда выпускали новый патч, мне приходилось заново скачивать и устанавливать новую версию игры, потому что всё выглядело именно так. Точнее, процесс обновления выглядел так, ведь сама игра почти никак не менялась. Быть может, кто-то из вас ощущал улучшение, устанавливая свежую обнову? Напишите в комментариях. Но лично я после сотого хотфикса, не обнаружив никаких глобальных изменений в производительности, просто потерял веру и перестал ждать чего-либо от польских разработчиков. Начиная с самого первого хотфикса, заканчивая самым последним патчем, они практически только и делали, что залатывали бесконечные дыры в игре, но их будто не становится меньше. В 1.1 тщетно пытались хоть как-то реанимировать версию для паст-ген-консолей, усовершенствовав алгоритм распределения памяти, исправили ошибки интерфейса и физические баги. 1.2 уже мог похвастаться более длинным послужным списком, который исправлял и ошибки анимации, и чинил скрипты, и пытался корректировать управление транспортом. Также уделили внимание мелочам. Например, магазин одежды теперь в каждом районе соответствовал его статусу. И в Бичевском дистрикте уже было не найти элегантных костюмов. В патче 1.3 тыс правили, на мой взгляд, самый главный косяк. Теперь портреты Скай и Ангела в задании «Кукольный домик» исчезают не так быстро, и вы уж точно не ошибетесь с выбором. Кто понял, тот понял. Якобы проработали ИИ ключевых сюжетных противников. Чуть подтянули экономику, полиция теперь не пыталась вас тут же убить, а арестовать, если вы применяли гражданскому несмертельное ружьё. Исправили ошибки в сюжетных заданиях и скорректировали дополнительные способности. А также улучшили производительность игры на всех системах. По большей части, это пыль в глаза и ничего более. Толпа в Найт-Сити по-прежнему куча дегенератов. Машины водятся ужасно и про ИИ я молчу. Взглянем на новоиспечённый патч 1.5. Можно ахнуть от того, как много там всего перечислено. Но давайте вдумаемся, что там написано. Добавили несколько квартир к покупке, теперь можно изменить внешность в зеркале, поспать и получить баф бодрости на час, купить несколько новых пушек, тачек, альтернативный вид Сильверхэнда и новые позы в фоторежиме. Вот чем занимались поляки целый год. Этими мелочами, типа, чуть улучшили реакцию толпы, поведение автомобилей и врагов, зато изменили баланс очков способностей и сбросили их у всех игроков. Также я, который не заходил в КП месяца, и пытаюсь вспомнить, что у меня было вкачано до этого. Окей, занесли версию для Next-Gen консолей. Теперь на Xbox и PS есть лучи. Хотя бы на новом поколении можно нормально поиграть в Cyberpunk. По классике завезли несколько режимов. Производительность и трассировки лучей. В первом случае, что на коробке, что на плойке, вы получите честные 60 кадров в секунду и 4К разрешение. Если ж душа лежит к ретрейсингу, то придется довольствоваться 30 кадрами, зато также в 4К. Для сравнения, вот так выглядит игра на Past-Gen консолях, а вот так уже на новом поколении. Другой вопрос, что поиграть в Cyberpunk на PS5 или Xbox Series смогут только избранные. Но это уже совсем другая история. В любом случае, сама игра от переноса на Next-Gen фундаментально лучше не стала. Вместе с новыми плюшками CD Projekt'ы перенесли также старые болячки. Мне, как фанату, в первую очередь больно говорить, но существенных изменений в Night City не произошло. Прибавьте ко всем техническим недочетам еще отсутствие каких-либо сюжетных DLC, и мы получим очень туманное будущее киберпанка. За год для Ведьмака 3 было сделано целых два крупных дополнения. Для КП-77 почти ничего. Успех Ведьмака ей уже не видать. Работа над ошибками не выполнена. Отсюда вопрос, действительно ли над игрой трудились 8 лет. Работа могла начаться 8 лет назад, но игра по-любому была только на стадии препродакшена, когда толком не было еще известно ничего, кроме сеттинга. По-настоящему работать над игрой, скорее всего, начали лишь после релиза последнего сюжетного дополнения к третьему Ведьмаку. Долгострои, как правило, никогда не создаются в течение всего срока ожидания. Они создаются тогда, когда дедлайны поджимают настолько, что прокрастинировать уже некогда. И в рамках ограниченного бюджета, ресурсов и времени проект создается за максимально короткий срок. Это касается не только игровой индустрии, а буквально всего. Ровно как Джеймс Кэмерон 13 лет не работал над сиквелом «Аватара», а лишь относительно недавно начал его снимать. Ровно как Оксимирон 6 лет не работал над третьим студийным альбомом, а лишь за месяц его написал. Так и CDPR не работало 8 лет над «Киберпанком», а в лучшем случае разрабатывало его 4 года. А вот сколько эту игру еще будут поддерживать, и как эффективно — вопрос открытый. Вам спасибо огромное за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, шевелите колокольчик, ставьте лайк и не забывайте присоединяться к нам в ТикТок, на Твиче, Дискорд, в ВК и обязательно в Телеграм. Увидимся на iGEM. Субтитры сделал DimaTorzok